здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал жидовская наука побеждать в спорах знает значит многие из вас знают такое еврейское понятие как хуцпа а вот значит я набрал в интернете youtube хуцпа и мне вылезло огромное количество на этой на эту тему как евреи значит как как евреи вводят заблуждение простой народ но вы ребята должны понять что они это делают не потому что они такой народ не потому что они такие умные они делают это потому что мы такие тупые почему вы ребята такие тупые а вот почему я вам сейчас покажу одну книгу которую раньше изучали в школе логика учебник для средней школы 1954 год и вот в этом самом учебнике логика есть такие разделы как диалектика софистика и эристика вот как раз таки эристика это и есть наука выигрывать споры давайте значит посмотрим кто эту науку вы придумал да где он этот так подождите секунду вот он шопенгауэр артур один из самых известных мыслителей и рационализма мизантроп тяготел к немецкому романтизму увлеклался мистикой очень высоко оценивал основные работы эммануила канта называя их самым важным явлением какое только знает философия в течение двух тысячелетий ценил философские идеи буддизма в его кабинете стоял бюст канта и бронзовая статуэтка будды у панишак а также эпик тета цицерона и других критиковал своих современников гегеля и фихте называл существующий мир в противоположность софистическим как он выражался измышлением лейбница наихудшим из возможных миров так что получил прозвища философа пессимизма вот значит вот этот вот человек и придумал такую науку как эристика и я вам сейчас некоторые из этой науки зачитаю выдержки но для начала давайте ка вам и еще кое-что покажу так вот такая статья почему запрещено преподавание логики давайте прочитаем однако в нашей системе образования думать запрещено можно только читать и запоминать то что написано в учебниках и утверждено программ программы образования если кто-нибудь забыл то он обязан снова заглянуть в учебник и вычитать поэтому в данную систему образования наука логика не вписывается насколько важна формальная логика формальная логика это цемент скрепляющий все основные знания логика на самом деле учит учиться тогда почему логику несмотря на всю ее феноменальную полезность не преподают в школах и вузах на этот вопрос существует логичный ответ логику не преподают по тем же причинам по которым рабам нельзя владеть огнестрельным оружием опасно ведь на чем строится вся идеология современной школы на авторитете детей учат не доказывать свои утверждения а обосновывать их как на зоне получается два конкурирующих метода аргументации первый через логику второй через авторитет написано в учебнике или так сказал учитель с точки зрения логики доказательства через авторитет это логическая ошибка вот как это выглядит в жизни да ты кто такой чтобы спорить со мной кандидатом наук для современной российской науки это вариант нормы даже если учитель захочет чтобы его ученики логически думали ему этого не сделать например в физике так много нелогичного непоследовательного запутанного и ошибочного вот поэтому я вам ребята говорю не верьте никаким историком исследователям а берите сами книги я огромное количество уже вам их показал читайте и ваш мозг сам когда накопится уже у вас огромное количество информации и вы сможете сопоставлять то ваш мозг сам сопоставит все варианты и выдвинет в свою собственную версию событий понимаете лучше знать что ты ошибся чем знать что тебя обманут так ну давайте теперь перенесемся в эту книгу иристику вот значит я вам хочу зачитать некоторые выдержки называются уловки как тем или иным способом можно запутать спорщика и как можно выиграть спор даже если вы не правы для этого это наука и сделано она сделала чтобы вы могли противостоять спорщику в она сделала чтобы вы могли понимать где и когда он хочет вас обмануть так давайте когда спор ведется серьезно и со всеми формальностями и один не примерно хочет совершенно понять другого тогда тот кто поставил тезис или желает его доказать должен постоянно обращаться к противнику с вопросами чтобы из его допущений заключить об истине утверждения это эроматическая метода была во всеобщем употреблении у древних иначе она называется сократовскую кто методе можно отнести настоящий способ и некоторые другие из последующих обработанных по теории аристотеля задавать вопросов надо много и долго для того чтобы скрыть то чем ожидаешь и чему желаешь подтверждение кроме того наоборот надо быстро излагать свою аргументацию из допущенного ибо кто быстро схватывает мысли тот не может и не имеет времени заметить возможные ошибки и погрешности в доказательствах стараться раздражать противника ибо под влиянием гнева он не в состоянии не следить за собою и высказывать правильные мнения и даже заметить свою правоту гнев же можно вызвать постоянными придирками и явными недобросовестным отношениям задавать вопросы не в том порядке как того требует заключения но с перерывами в таком случае противник не знают чему относятся эти вопросы и потому не может предупредить их результатов а вследствие этого можно воспользоваться его ответом для различных выводов даже для прямо противоположных смотря по тому каковыми они окажутся такой способ похож на четвертую уловку где точно также надо маскировать свои действия вот понимаете ребята да наука как спорить и как выигрывать спор так вот хуцпа это и есть вот это вот самая наука и они ребята ее знают они учатся они поэтому и не работают никогда и работать не будут потому что они знают как нас гоев обмануть а мы тупые потому что нам убрали вот эту вот самую учебник вот этот вот логика учебник учебник для средней школы поэтому мы постепенно постепенно отуплялись а и наконец таки до конца отупели поэтому ребята изучайте вот эту книгу так где она вот оставляю вам ссылку на вот этот вот труд изучайте рекомендую обязательно вам ее прочитать чтобы вы знали где и как и каким способом пытаются у вас обмануть и пытаются навешать вам лапши на уши вы прочитаете здесь как меняются подменяются понятию понятия как уводятся ложные мысли чтобы вы думали так как нужно говорящим говорящему спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на канал ну